Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый день! Сегодня женихи Антон, Алексей и Никита. А невеста у нас Мария. Мария 28 лет. Сама не поняла, как так получилось, что в роддом ее провожал один мужчина, а встречал совсем другой. Мария-продавец в канцелярском магазине, живет в Уфе. Мечтает научиться готовить говяжью вырезку с фуа-гра и белым тосканским трюфелем. Предупреждает, что мнение мамы для нее закон. Мария пройдет мимо богатого бизнесмена, который ничего тяжелее трубки от кальяна в руках не держал. Выйдет замуж за начитанного кулинара с длинными пальцами, чувством юмора и собственным автомобилем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прям к нам из Уфы? Да. И много у вас там тосканского трюфеля возле канцелярского магазина? Нет, немного. Произрастает? Но я хотела бы научиться готовить. Кстати, я к вам же не с пустыми руками. Я вам не спекла пирог. Молодец, вижу. Яблоком из корицей. Глаза у нее классные. Ты же большущие, да? Когда приходишь домой, глянешь в них, как в океан после шторма. Скажите, у вас очень тесные отношения с мамочкой? Да. Ну хорошо. Она прям моя родная душа. Так слава богу. Но мама не давала каких-то дурных советов? Нет. После которых вы, например, сказали, о нет, теперь я от мамы буду скрывать. Нет, нет, нет. Вот именно ее советы, они всегда мне только на пользу шли. Скажите, а вот про этих двух? Любови эта мама была в курсе? Да. А расскажите сами вот эту историю. Как так получилось, что в роддом один провожал, встречал другой? Я встречалась с парнем, ушла от него из-за того, что он меня ударил. Очень сильно мы подрались с ним. В живот? Да, он меня ногой в живот кинул. Дебил. А за что? Почему? Хотелось, чтобы выкинуть с учениц? Он преревновал очень сильно. Он начал ревновать. Сначала он свою ревность не показывал в начале отношений. А вот как-то он преревновал, причем на пустом месте. Он меня преследовал. Он все мои соцсети мониторил постоянно. Вы знали об этом? Да, я ему дала сама пароль, чтобы он не злился. А вы были в курсе, что у него там в сетях происходит? Да. Невеста классная на самом деле. Вообще очаровашка. Я влюбился с первого взгляда. Прям такая брюнетка. А ребенок, честно, только залетела или... Нет, хотела прям. Как можно было хотеть, не женившись? Ну, как бы мы предполагали, что мы распишемся. А теперь так, да, происходит? В обратном порядке. То есть сначала барышня рожает, потом расписывается. Это сейчас такое течение. Нонсенс. И сами потом разгребают все это. Ну, вот ударил, и я решила от него уйти тогда. Прямо ушли с концами? Прямо ушла с концами, да. И откуда появился... Ну, в соцсетях мы с ним познакомились. Он был в армии в это время, он мне написал. И у нас началось с ним общение. А солдатика не жалко было? Он с голодухи и на маме на вашей бы женился. Ну, он мне, во-первых, первый написал. Его не испугала новость о том, что я временна. Вы сказали. Конечно. Ну, в общем, живот его не смущал ваш? Он, когда приехал, да, уже был большой живот к этому времени. Вот. Ну, ничего не было. Мы просто с ним виделись, мы с ним катались на машине, мы с ним болтали. До утра могли разговаривать. А мама Евонная как? Она не знала. Нет, неправильно сейчас говорит. Евошная. Евошная? Это сейчас на всех программах говорит. Евошная и Евошная. Какая-то блошная. Ну, знаешь, вот сейчас так народ говорит так. Мама его знала? Она не знала. Нет, она не знала. Он не знакомил меня с родственниками. То есть у него не было никаких намерений серьезных ко мне. Но он был очень красивый, высокий. Я просто прям влюблена в него была по самому... Вот я в жизни так не любила. Еще вы, ну, правда. Послушайте, а я в жизни не была такой, как во время беременности, затейницей. Никтос, а как ты оцениваешь женщин с детьми вне брака? Ну, конечно, нужно мне своих детей. Поэтому насторожена. А потом куда любовь делась-то? Она никуда и не делась. Просто я поняла, что он не хочет на мне ни жениться, ничего. Он не собирался. Он, конечно, говорил, что когда-нибудь давай потом. А когда ребенка папка появился? Тогда я уже родила. Я не хотела ему вообще ничего сообщать. Я больше после того, как он меня ударил, он для меня стал врагом. Я не хотела его даже всерьез воспринимать. Все. После этого я хотела с ним окончательно расстаться. Но моя мама сказала то, что как бы у него есть отец у твоего ребенка, он должен знать. После родов, как я приехала из роддома, я ему сообщила то, что вот ты станешь папой. Я отправила фотографии. Рост, вес ребенка и так далее. Но они же вдвоем пришли к роддому-то? Нет. Не меня только встречала мама. Все. А вот этот новый мой возлюбленный, он просто приходил туда ко мне в больницу, в роддом. Там все приносил. А почему не встречала? Побоялся? Испугался? Да, видимо. Ты, например, готов к отношениям женщины, у которой есть ребенок? Ну, тут, конечно, ответственность большая. Но с другой стороны, если у нас будет хорошая духовная связь, то, я думаю, можно будет на это решиться. Ну, а потом все-таки они же познакомились. Да. К сожалению, познакомились. Почему? К сожалению. Потому что это было очень бурно. Это было вообще неожиданно. Я все это время старалась, чтобы они лбами не сталкивались как-то. Потом получилось так, что когда я собиралась приезжать к своему возлюбленному, вот появился вот этот вот отец-ребенка. Подождите, правильно я поняла, что они познакомились с вашей подачи-то? Нет. Сами подрались там? Да. И вас поставили перед выбором? Перед выбором. Они прямо передо мной, они зашли оба в квартиру и сказали, выбирай кого-то из нас одного. Они прямо стояли и так говорили, это правда. Ну, никого, судя по тому, что к нам пришла, да? Нет, подождите, кого-то выбрали ведь? Выбрала, конечно, того, кого любила, с которым в армии познакомились. Я выбрала его. Не отца ребенка? Нет, не отца ребенка. Я поехала с ним, я поехала с ним, он сказал, все, я тебя забираю с ребенком вместе, все, я понял, что теперь я хочу серьезного через столько времени, как бы уже несколько лет мы встречались, все, я хочу жениться, то, все. Мы пожили два месяца, и он наигрался в эту семейную жизнь, ему просто надоело, вот и все. Он меня отвез к маме, и в это время, когда он меня отвозил, мне тот сказал, вот все, говорит, если ты сейчас его выбрала, вот отец ребенка мне сказал, то все, говорит, я больше, говорит, тебе уже все. А что вы надеялись, вы-то думали, наверное, что он, если что, воспримет, да, отец ребенка? Конечно. Я привыкла, что он меня всегда примет. То есть балленьюю мадин, да? Крутила параллельно два романа, обладеживала их обоих. Да. Я понимаю, я потом, я осознала это потом, как это было нехорошо, как я больно причиняла. Да, но на тот момент мне было все равно, я просто играла. Сколько сейчас ребенку? Четыре года. На самом деле, это, мне кажется, типичная такая история, свойственная для многих женщин, для девушек, поэтому ничего страшного там нет. А вот вы по образованию учительница, так-так-так, преподаватель музыки. Да. А работаете в ларьке? Да. Что, в ларьке больше платят? Конечно. Никогда не думала, что преподавать музыку? Ну, констовары, распечатку для студентов, вот это вот, ксерокопию делаю. Но сегодня многие очень работают не по профессии. Вы говорите, что хорошо, как хорошая доченька, вы должны слушать маму. Конечно. Мам плохого не посоветуют. Но почему вы не хотите, чтобы ваш муж слушал маму? Вот, кстати, мне это тоже вопрос интересен. Значит, вам можно, а ему нельзя. Ну, пускай он меня слушает, а не свою маму, а я буду слушать свою маму, все, правильно? Почему нет? То есть он должен слушать и вас, и вашу маму, ну, получается, вы как проводим. Разумеется. Желательно даже не слушать мою маму, главное слушать меня, Лариса. А почему? Ну, потому что я так хочу, потому что я собственница, и как бы мой муж должен слушать только меня. А вы точно уверены, что с таким подходом к семейной жизни вы найдете мужчин, которые вас... Да, Роза. Найдут и живут. Найду, конечно. И богатого, ну, тогда старче, наверное, я так понимаю. Нет, мне не нужен старый, зачем мне старый? У нас немного общего, и она тоже ищет мужа, ей нужна конкретика, девушка примерно моего возраста, поэтому я для нее не старый. Насколько он должен от своей матери дистанцироваться? Сколько ей будет позволено участвовать в вашей жизни? Ну, пускай там раз в месяц чишка появится, если хочет уж совсем, там, пускай придет, я не против. Я буду любить свою свекровь обязательно, но чтобы прям все время присутствовать, это уже не надо. Да ладно, да, пацан, ну, что вот это, мы с взрослыми, не надо рассказывать нам это, будете любить. Не надо, да, да, да. Ну, а как она родила мне, как бы, да, она же его родила. Ой, да прекратите, если вы говорите, чтобы ее не было вообще, вы тут... Почему? Раз в месяц это же не значит, не было вообще. Ну, прямо а в тюрьме что-то? А сыну в тюрьму отдает, чтобы... А вам сколько будет позволено с матери? Ну, если одинаково. С мамой? Да. Я тоже не так часто, как бы, с ней вижусь, как бы, как хотелось бы. Но все-таки вы будете и чаще, и будете созваниваться, и вам как раз это вот можно, потому что вы в самом начале заявили, что у вас очень близкие отношения с матерью. Да, у меня близкие отношения с мамой. И вам будет можно? Нет. Не-не-не-та-да, Маш, вы же не первая у нас, которая в программе. Не-не-та-да, то есть все понятно. А лучше, чтобы был сирота. По-другому вы съедите ему мозг. А у вас нет татарских там кровей? Нет, я не татарка. Я наполовину удмуртка, наполовину русская. Но по-татарски я разговариваю. И мужчины были, да, татары? Да. Ну, а вы говорите об этом. Ну, допустим, здравствуйте, скажите нам. Да, это сомасас, из-эмисис. Из-эмисис, да. Как вы говорите? Да, это сомасас. И как же. Татаршенский язык, азгиняя? Миндэ, азгиняя сзгиняя, шаминдэшлай. Нормально, красиво. Спасибо. Знакомьтесь с первым женщин. Здравствуйте, мадмуазель. Сегодня я, один из тех красавцев, которые будут бороться за вашу руку и сердце. И я думаю, мне есть чем вас завлечь. У меня с собой есть волшебная монетка. Она может ответить на вопрос, да или нет. Волшебная монетка. А выберет ли невеста сегодня меня? Ой, батюшки, какой же я неловкий. Сейчас я ее опачки. Волшебная монетка говорит, да. А теперь, позвольте, позвольте, пройдемте. Антон, 29 лет, видеограф. Месяц назад переехал из Екатеринбурга в Москву. Изучает китайский язык. Снимает любительское кино. Гордится, что выдрессировал своих кошек не хуже Юрия Куклачева. Признается, что в списке его друзей триллион девушек. Антон оказался в неловком положении, получив известие об интересном положении возлюбленной. Надеется, что из уст Марии ему будет приятно получать любую информацию. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тут все такие красивые. Даже не сразу поймешь, кто тут невеста. Но я, мальчик умный, догадался, что вот это дам. А я смотрю, вы еще мальчик хлебосольный. Я так понимаю, что вы все тут в стеснении. У меня, Ларис, мимо тебя пройду. А суп-то надо взять, видишь, что принес. Да, вот, приготовил. Лично я, вот этими самыми руками. А вы повар? Нет, я просто люблю вкусно поесть. Никитас, а у тебя какое коронное блюдо? Мое коронное блюдо – это каша чемпиона. А с мамой в каких отношениях вы? В прекрасных отношениях. Делимся каждым секретом. Скажите, а когда вы женитесь, потому что Маша против того, чтобы у ее будущего мужа были тесные отношения с мамой? Я думаю, мы как-то придем к общему консенсусу. Не придете сегодня. Не придем? Мы не придем, думаете? Нет, конечно. Вот то, что сейчас на берегу мы обговариваем, так и будет. Ну что, маленький предатель? Я не предатель. Если у нас воспылает, так сказать, любовь... То ночная кукушка перекукует любую маму, вы хотите сказать? Я думаю, что мама отнесется к этому с пониманием. Сложно сказать именно по образу, подходит он ей или нет, но, наверное, образ более взрослого мужчины ей бы больше подошел. А почему вы так отреагировали негативно на известие, что скоро станете отцом? Я на самом деле не отреагировал негативно. Я отреагировал спокойно. Но обстоятельства, при которых мне сообщили, что моя бывшая на тот момент уже пассия беременна, они заставляли задуматься. Мне казалось, что она врет. Но она и правда врала. А почему вы так разговариваете? Вы работаете диктором или актером? Нет, но я хочу, чтобы меня слышно было, разборчиво. Ну такая манера, Дарья. Вы скажите, пожалуйста, так это было вранье, да? Это было вранье. То есть как только вы предложили ей сделать ДНК, наверное? Не совсем. Получается, я в тот момент гостил у родителей. У них загородный дом, я был у них. И она вычислила, что я там, и приехала, подложила записочку. Записочку нашли родители. Соответственно, мы в семейном кругу это обсудили. И возникло подозрение, что как-то уж странно эта беременность выпала именно тогда, когда мы расстались. Когда она уже всеми способами другими попыталась меня вернуть. И тут бац, а я беременна. Ну он так наигранно себя везет, проговаривает слова. Искренность есть? Ну, я думаю, вряд ли. А чем была плоха девушка-то? Почему вообще? Она за вас боролась? Вы знаете, очень виктимное поведение. Даже с самого начала. Виктимное. И что такое? Влипала в неприятности, любила их создавать в большом количестве. Мне приходилось и драться из-за нее, и получать. А может быть, она таким образом подогревала страсть? Она ее перегрела немножко. Даже, я бы сказал, сожгла. Не как эта курица. Курица вот оптимальна. А она сожгла начисто. Да. А на чем жаль ли-то? В духовке. Нравится? Это еще не предел моих возможностей. Не хотите невеста? Она почему-то ушла в эскорт после... Другая ушла в эскорт. Совсем другая. В эскорт ушла предыдущая моя пассия. Вот. Ну, понимаете, на тот момент, когда мы познакомились, она была меня постарше, поопытнее, сильно опытнее. И я думаю, что она взяла меня как вот для развлечения. Я вот не пойму, как можно разочароваться в человеке, чтобы после него уйти в эскорт просто. Ну, может быть, она тоже изначально была в эскорте. Да, есть такой момент. Хочу вас протестировать. У нас невеста, которая... С грибами. Да, прямо для нее важно. А, ну, это запомнил уже я. Ну, кстати, хорошо, и мне тесто нравится. А я хочу, чтобы невеста попробовала, потому что для нее это очень важно. Да, невеста... Вдруг вы вольетесь и в нашу. Стой, стой, стой. Хорошо. Возьмите тарелочку и попробуйте. Я вам даже порезала. Спасибо. Ничего туда не намешали? Нет, нет, афродизиаков не было. Я сама хотела свой пирог весь день съесть. А можно тарелочку для сестры? Да, пожалуйста. И положите, пожалуйста, и съесть, сидите. А вон, кстати, кусочек прям можете взять. Нате вам салфеточку. На. Давай. Сестренки. Вот прям маленький кусочек, чтобы она помады там не... Скажите, пожалуйста, не смущает, что ребенок есть у Маши? Вы знаете, в принципе, меня эта вещь не смущает вообще. В девушках я, конечно, понимаю, что это дополнительная ответственность для мужчины, когда он с такой девушкой встречается. Поэтому многие этого боятся, не хотят или еще хуже, как это часто бывает, критикуют. Мои друзья, да, встретили меня очень хорошо, москвичи. И, к сожалению, все блюда, которые я вез, они вечером вчера употребили. А вы оливки едите? Терпеть не могу. Это прекрасно. Как прекрасно? Мне нравятся девушки. А, вы не любите те, которые любят оливки? Я люблю, но девушка не должна любить оливки. Либо наоборот, если бы я их не любил, она должна была их любить. А почему? Есть такое поверье, что если в паре один любит оливки, а другой не любит, то это делает их отношения крепче. А кто это поверье? Откуда оно? Где вы его прочитали? От родителей. А еще поверье, я думаю, тоже родительское, что нельзя общаться с небритыми девушками, особенно с усами. Тоже несчастье будет в семье. И неэстетично немножко как-то щекотно целоваться и все такое. Слушайте, ну, пока здесь сюрприз, и все понятно. Так, да-да, что может показать молодой человек? Я думаю, он что-то станцует или споет. Он оставил свою работу и сейчас пытается карьеру здесь делать. Ну, какая-то карьера немножко однобытая. Да, он хочет снимать свое авторское кино. Кино хочет снимать. А у него что, образование есть, да? Да. Нет, я имею в виду кино, но образование режиссеру. У кино образования нет, у него образование... Уровень тикток занимается. Ну, вроде как, успешный тикток. Так можно же снимать это, даже находясь на Северном поясе. Ну, просто Екатеринбург, он все-таки поменьше, чем Москва. Мне кажется, если человек без специального образования в этой области, он все-таки останется любителем. В любом случае. Да вы готовы выйти замуж за человека, который оставил свою профессию и сейчас вот в этом себя реализовывает, как ему... Если он серьезно этим готов заняться, то да. Почему нет? Давайте посмотрим на сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мультисекс Мультисекс Одинокий мужчина в самом сапку Не пьет и не курит и спит на боку Познакомится с девушкой на 10 лет У которой мужчины... АПЛОДИСМЕНТЫ Где ты, милая моя, дорогая На руках тебя носить обещаю Ты услышь меня, приходи скорее Пожалей меня от огней Спасибо большое Забирайте сестру Анну И проходите в комнату Я бы полуголом, конечно, не вышел Хотя, в принципе, ничего такого нет Хожу в тренажерный зал, там, в бассейн И каждый день практически раздеваюсь И хожу в плавках Что вы скажете? Как вам, Антон? Очень такой раскрепощенный мужчина Я вижу, что он не стесняется вообще То, что он хочет себя показать Красивое тело Я люблю, когда у мужчин красивое тело Но мне кажется, он не ко мне пришел Он пришел себя показать Я не вижу, чтобы он ко мне пришел Он даже на меня не взглянул ни разу При разговоре с вами Я обратила на это внимание Поэтому А у вас сейчас такое время Мы сейчас все такие Каждый заточен сам под себя И строит свое собственное счастье Вы для себя должны определиться, Маш Хотите, чтобы вот на вас смотрели Чтобы к вам вот так вот тянулись Вы должны сделать то же самое По отношению к мужчине Я с него класс не сводила Он даже на меня не взглянул ни разу Иначе не так ему интересно Потому что я была заинтересована В его истории, в его жизни Но он пришел ко мне Не просто заинтересованности Вы не так, понимаете? Нельзя, Маша, вот так вот встречать Королевишный Вы не заинтересованы Посмотрите, я когда приходит кто-то Из женихов невест Да, я прям подаюсь вперед Посмотрите, как я общаюсь А я когда с ними ругаюсь Пытаюсь до мозгов достучаться Когда он думает ниже пояса Это, кстати, тоже забота Это тоже переживание Если она меня выберет Каждый день так буду для нее плясать Два раза Я за любой кипиш Чтобы он был талантливый Мне вот, ты не знаешь Хоть, не знаю Бабочкой здесь вот Скачи по потолку Если это талантливый Я скажу Это новый вид в искусстве Понимаете? Ну, когда такой чепухой маются В 30 лет Мне, кроме неловкости Я ничего не испытываю Эти тиктоки ваши Наверное, есть где-то Что-то очень талантливое Я это У меня на талант чутье Но вот это же Знакомьтесь со вторым женихом Вот он будет вот этим заниматься Еще, кстати Привет, Мария Мне очень приятно Оказаться сегодня с тобой здесь Меня очаровала твоя улыбка Я надеюсь, что когда-нибудь Мы окажемся с тобой на небитаемом острове И зажжем по полной Привет, спасибо Мне очень приятно Алексей, 40 лет Директор по развитию в торговом центре Кандидат в мастера спорта По спортивному ориентированию И по аэрлифтингу Живет в Ярославле Гордится тем, что погружался На дно Красного моря И почти покорил Эльбрус Мечтает полететь в космос Признается, что каждый день Нуждается в интимной близости Семейное счастье Алексея Разрушил самый обычный депутатский мандат Надеется, что Мария Поддержит его в любых начинаниях Здрасте Здрасте Она вроде говорила Ей нужен кто-то помоложе Смотря что ей нужно 40 возраст Хороший для мужчины Скажите, а что Статус депутата В семье Прямо вот Это страшнее страшного? Ну, это была когда-то Не знаю Юношеская Мальчишеская мечта Желание Как-то себя проявить И поэтому Тогда это был Какой-то определенный А, так это вы Получили Депутатский мандат? Не получил К сожалению Не получил Но стремился Был кандидатом депутатом А, а я думала Вы в семью Где такая Фельдеперсовая невеста И папа депутат Вон оно в чем дело Тогда я вас понимаю К сожалению Супруга Желала Чтобы я был Больше дома А я посвящал Часть свободного времени Да Работой с населением А если вы ходили Там, например С товарищами Будущими депутатами Там в сауны Или там По ресторациям Ну или там В караоке С чужими Так сказать Боевыми подругами Нет Никаких чужих Боевых подруг Не было В этом плане Ну свои Сторонницы Нет Я имею ввиду Состоронницами С боевыми Боевая подруга Это та Что с вами Букоба Как говорится Нет Нет Не было такого Я как бы Привержен Привержен С классической Наверное Системы Отношений Если есть Любимая женщина Тем более Супруга В этом плане Я был всегда Честен У него какой голос Девушки любят Красивые голоса У него красивые голоса Мы с этим голосом А куда Песенки будете Только песни петь Да А кушать-то что-то надо А на Мальдивах Вы что забыли С супругой Мы выбрали Именно этот отдых И выбрали Именно этот остров Для совместного Время провождения Ну Изысканность какая-то Наверное потянула А почему нам в сексе Там стал на Мальдивах Отказывать Она Она Наверное Ему Тусовки В караоке И в сауне Не просила А вы что Правда Считаете Что Нет То что там Переговоры ведутся Это я знаю Даже я знаю Но то что там Только переговоры Ну даже я Сомневаюсь Нет Никаких переговоров Не было Ну вы же там Мылись правильно С женщинами Никаких женщин не было Ну ясно Ну хорошо Представляешь Сейчас тебе Из-за того Что ты в баню ходишь Вот так Жена будет звонить Говорить Придется мне Выбрать баню В общем развелись Да Вам нравится Мария Конечно Вы с мамой В каких отношениях Со своей мамой В очень хороших отношениях А согласитесь Разве жены Пореже встречаться Не чаще Раза в месяц Не созваниваться По телефону Или делать это На улице Чтобы жена Не слышала То есть Пошел с собакой Гулять Мэм позвонил Да нет Такого нет Или маму переписать Чтобы там Василий Степанович Например Или там Петрович Нет Мама есть мама Мама Наверное Один из тех людей Которым я Нет Вы готовы Отодвинуть маму В отношениях Если да Ну конечно Конечно В любом случае Любимая женщина Она на первых ролях Будет всегда Потому что она любимая Вот это мне нравится Да А вот знаете А мне тут Мне тоже многое Что нравится вас Но многое непонятно Вот смотрите У вас бытовые привычки Это вот чисто уже возрастное Мне 58 Почти 60 Прямо Очень похоже на мое Значит Вы по утрам пьете зеленый чай Без сахара Ну чтобы сахарного диабета не было Засыпаете Включен им телевизор Спите только на мягкой подушке Музгу громко слушать Я тоже плохо слышу Стала громко Часто горбитесь Вот тоже все время говорю Надо вот попоровнее Да Ну и не раньше час не ложите Бессонница Понятно Но Мечтаете Полететь в космос Отправиться в кругосветное путешествие Погрузиться в глубину Своими руками построить дом на берегу Стать пилотом формулы 1 Научиться управлять пассажирским самолетом Потому что сегодня Культ молодости Это кризис среднего возраста Сегодня все Нет кошечка Послушай Тихосоматика идет Тетенек взрослых Все ходят на какие-то курсы Получают новую профессию В 50 лет поступают в университеты Потому что сегодня Модно быть как молодой Не молодой А как молодой Вы прыгивают из трусов Это я все понимаю Поэтому она декларирует вот это Про космос Да пусть про космос Я про другое То есть меня что беспокоит Как психолога-то Налицо кризис среднего возраста Сегодня 40 лет Это новые 20 Они практически подростки Мечтают о другом Нет, но у него же заклинит бедный Это же больной мужчина На руках у молодой Розы, нет Сегодня все не так Помрет еще не дай бог Розы, сегодня все по-другому Дай бог всем здоровья Сегодня все другое Ну с таким диагнозом Как вы мужчину на пятом десятке готовы? Нет, я не готова Я прямо говорю нет Вот молодежь, понимаешь Какая молодежь Маша тридцатник наносует с ребенком Я секундочку Маша, вы правда Наверное сейчас не очень Ориентированы на рынке Так сказать Невесты женихов Во-первых Все хозяят своего собственного счастья Собственных одестей и так далее Женщины, ну как раньше было Которая родила вне брака С ребенком У нее запросы поскромнее Вы сегодня приходите Имея, так сказать, небрачного ребенка И как орден Держите на груди И говорите Ну он же такой холосенький Я его так люблю И ты полюбишь Нет Потом послушайте Вам тридцатник на носу И вы сорокалетнего мужчину Считаете Что он уже слишком для вас взрослый? А это так, да Правда взрослым Ну не хочет молодая Че ж Покажите Насильно мил не будешь Покажите сюрприз Вы симпатичный мужчина Мы вам ровесницу найдем А вас много будет Очень желающих Покажите, показывайте Сейчас посмотрим На что он способен Я думаю, он споет Один уже станцевал Сейчас этот споет Как думаешь? И наш выход будет Цвет настроения синий Цвет настроения синий Она убежала От нелепой суеты Ни капли стеснения С приходом темноты Страсть 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 над ней Имеет власть Все Громче звук И пани Складь Цвет настроения синий Внутри партиния В руках бикини Под цвет темнот Синий Она так чувствует Себя Богиня Прошу прощения Спасибо 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 Проходите в свою комнату Ну я же говорил Он споет Банально Вот как удивительно Некоторым людям Природы Дан голос Ну то есть у него диафрагма Все это у него открывать И совершенно нуль слуха То есть он как бы даже пытается петь У него все это открыто Он резонирует Понимаете? Ну Ни одна нота не попала Но это же в бараке не важно Правда? Конечно Невеста симпатичная Красавица Вот Но к сожалению Видимо По возрасту я и не подошел В принципе Вот ну Для среднего статистического С точки зрения капитала Все нормально Есть конечно бы он А что такое кризис Да? Когда у тебя Резонанс идет Между тем Что есть И чего хочется Вот когда у него Балансик-то сойдет Тогда я думаю И счастье найдет Собственно говоря Знакомьтесь с Средним женихом Проходите Мария, здравствуй Меня зовут Никита Я ищу спортивную девушку И хочу предложить тебе Пройти легкий тест Конного Привет Повторяй за мной Дай ручку Я не ту ногу Поднимаю Без разницы Так Балансируем Корпус вперед И летим Хоба Спасибо Никита 31 год Фитнес-тренер Из Твери Профессионально Занимается Беговыми лыжами И боксом Гордится тем Что его отец Построил самую Известную Лыжную базу Мечтает купить Маме сотню Вечерних платьев Предупреждает Что не может Получить Загранпаспорт Счастье С возлюбленной Никиты Разбилось О гору Немытой посуды Из замороженных Полуфабрикатов Надеется Что с Марией Удастся построить Полноценные отношения Здрасте Вот он спортсмен И красавчик Вот это уже Попахивает конкуренцией Про платье забудьте Про 100 нарядных Платьев для своей мамы Забудьте Даже одно Не подарите Потому что Все Будете дарить Маше Согласны Любимому человеку Все Маленький предатель Маленький Гадский предатель Уже нравится И с мамой Встречаться Не чаще Раза в месяц Ну С мамой Мы будем Видеться чаще Мы Переберемся Ко мне В Чуприяновку А мы жить С мамой что ли будем Почему Мы рядышком А ну рядышком Насколько рядышком Это небольшой поселок Железнодорожная станция Чуприянка Под Тверью А почему не можете Загранпаспорт получить Мне интересно А на кой он сейчас нужен Да Не-не-не У вас это Не сидели Нет Нет Ни в коем случае А что у вас Проблем с законом Не было никогда Но сейчас уже Сетчатку глаза снимают У меня нет отпечатков пальцев Были проблемы Вот Такой генетический Да Генетическая особенность Очень редкая Передается по наследству Как бы У вас нет отпечатков Представляешь Ну не дай бог Конечно А можно посмотреть Да конечно Показать Нет вот так Вот так рукой А ни операцию Не делали ничего Нет Нет Ни в коем случае Так у брата моего У меня Нет Вы знаете Рождается человек С абсолютным слухом Он становится великим музыкантом Так вы же могли бы стать Просто величайшим Грабителем века Потому что у вас никогда Не покупать перчатки У вас невозможно А пота жировые Ларис В первый век Все верно Волосок упал Пота жировые Тут это Не-не-не Это торт Нас криминал не по пути Мы за спорт А вы вот говорите Что вы ищете Спортивную девушку Дай себя Ну Хотите Соответственно Конечно А я не спортивная Например Я не занимаюсь спортом Вообще А у тебя есть желание Развиваться в этом направлении Нет Именно спортом заниматься Я не буду Быть красивой Машинка А вы что так агрессируете Вам что Замыш не надо что ли Нет Прямо на каждого жениха Набрасываете Нет Я задаю вопросы Зачем Я уточняю для себя Это же для меня важно Если я рассматриваю Хотите своих детей Смотрите Вот у Маши Сейчас животик После родов Хотя родила 4 года назад Молодая Спортом не будет заниматься После общего ребенка Она станет Ну еще более Так сказать И спортом заниматься Ситуация следующая Было бы желание Нет Желание Не будет заниматься Не нравится Я собственным примером Покажу Что это просто Доступно С вами невозможно договориться Она вам уже Объяснила Не будет Ну есть вещи Которые нам необходимы Нам нужно быть здоровыми Просто вам нужно выбрать Девушку Которые любят спорт А не связывать жизнь Которые Так кстати А как вот Вот смотрите У нее нет желания И не появится Сейчас Сейчас Оно появится Я вас уверяю А еще Если она не появится За 28 лет Оно не появится Я не буду заниматься спортом Максимум Что я буду делать Это плавный бассейн Немножко характер у нее Такой видимо Интересный В плане Что она не может И возможно никогда Не определиться В этой же жизни Скажите пожалуйста У вас была возлюбленная По имени Ленка Каленко Ну Каленко это В узких кругах Юмор Мы с ней Порасстричались полгода Первые три месяца Все было замечательно Тусовки Массовки Гуляли Потом Я переехал в Москву И было тяжело Возить бытовуху Мотался с бабушкинской В Домодедово Обратно Много времени На дорогу Уходила Сил на работу Мало Виделись Ну и на моменте Просто Мы приняли решение Что двигаемся В разных направлениях Она осталась в Москве Вы ее характеризуете Что у нее были Такие звенящие бубенцы Прямо Да Она такая интересная Харизматичная очень Девчонка Сильная Валевая Да Она старше А вам нужна женщина Чтобы она обязательно Над вами доминировала Что ли Я не говорю этого И вы будете все равно Заставлять Да Я никого не заставляю Я с этим примером Могу показать Как здорово Как нужно Вот я следующего ребенка Рожу У меня фигура еще испортится Понимаете Там растяжки Вот это вот все Это тебя же мотивирует Заняться спортом Я тебя уверяю Нет Понимаете Маша себя Ощущает Звездой в любом теле Человеку нужна спортсменка Конечно Непонятно Почему Почему он в зале Это своем поискать не может Неужели он там в зале Один тренер Нет ему надо Тех кто не любит спорт Заставить Вот занимайся А я вот все таки Похотела вопрос Про банду Вы написали в анкете Что вам может Любое время позвонить Кто-то из членов вашей банды Организация Вы побежите И будете делать это Ну друзья Я так понимаю Ваши банды А друзей много Мы организуем кулачные бои Друзей много Мы все занимаемся спортом Я являюсь Евгений тоже Да Вы борец Смешанное единоборство А если жена скажет Нет Жена меня во всем поддержит Он сам с собой разговаривает 31 год Вы разговариваете Пока у вас Такой внутренний Я даже если захочу спортом заниматься Я не буду У меня сердце больное Мне нельзя этого делать При всем моем желании Я занималась Вы еще и поедете Сердце у меня есть проблемы ЛФК Гимнастики Физкультура Дыхательные упражнения Я квалифицированный специалист В направлении спорта Никит Честно Я бы конечно хотела Такого друга Как и вы Потому что Меня нужно мотивировать Мне нужно заниматься спортом Мне нужно это Мне необходимо Я ленивая Патологически И я сама себя обманываю Я уже на холодильник Что-то там вежала Я сама себе делала подарки Бессмысленно Вот поэтому Ну если бы например Кто-то мной занялся За хорошие деньги Соответственно Я и к этому и веду Конечно Если мы будем вместе Я сделаю все Приложу все усилия Чтобы это максимально было Комфортно С Марией Это у вас Невозможно Ни при каких условиях Вот она говорит Я хочу На данном этапе жизни Телятину С трюфелем Готовить научиться Они есть каждый день Это большая разница Понимаете И сердце больное Понимаете И нельзя это делать Ну если он разденется сейчас То это будет плагиат Потому что это уже мной запатентовано Ого Тепло ли тебе, девица Тепло ли тебе, красная Да, дедушка Какая прелесть Тепло ли тебе, девица Тепло ли тебе, красная Да, дедушка Тепло ли тебе, девица Тепло ли тебе, красная Да, дедушка Мария Я знаю Я знаю, ты всегда мечтала О белом свадебном платье И я дарю его Тебе Какая прелесть Какая прелесть Боже мой Какая прелесть Красивая платья Вот так мечты Вот так мечты Избиваются Зачем они так нарядились Свадебное платье Если все равно свадьбы Так может они отсюда И в ЗАГС А, да Только в разные ЗАГСы Что скажете Как вам Никита Слишком упрямый Он никого не хочет Слышать кроме себя Очень жаль А так он милый У него красивое тело Симпатичный Молодой человек И хороший Хороший парень Роза Мне тоже Никитушка Понравился Я считаю Что Всегда есть смысл Особенно у нас В России Подстраиваться Под мужчину Как оцениваешь Марию Ну Такая интересная Девчонка Конечно Сложная ситуация Я считаю Что вам погибче Надо быть Задуматься Поумнее Я согласна С Розой Я с Розой согласна Потом он вас Не водку просит За гаражами Распивать Правда А заниматься Вашим здоровьем Вашим здоровьем То есть Вся его энергетика И вот этот вот посыл Разубедить вас Направлен в вас Ребенок У вас мальчик Для которого Тоже Спорт Нужен Обязательно Если вы хотите Вырастить Макаронину Поэтому Я считаю И молодой И красивый В вашем случае К Никите не идти Обижать нужно Мне так кажется Но вы слушайте Себя Своё сердце И куда оно вас Приведёт Туда И правильно Проходите Как считаешь Сможете ли Думаю у нас Все шансы есть Но На будущее Рассчитывать Я думаю Не стоит Я приглашаю всех Выйти И поддержать Марию Очень жаль Я не понимаю Все женихи были прекрасны А я Лариса Гузеева Желаю Чтобы Любимый человек Обязательно Сказал вам Давай Поженимся Спасибо Всем Первого жениха Я не выбрала Потому что Я считаю Что он пришёл Не ко мне Он даже Не посмотрел На меня Ни разу И поэтому Как бы А второй Второй жених Он слишком Намного Меня старше И поэтому Я его не выбрала А третьего жениха Я не выбрала Потому что Он слишком упрямый Он гнёт Свою линию И никого Слышать не хочет Субтитры сделал DimaTorzok